Приятная новость для родителей. Детский сад на лесозаводе сдадут уже в декабре. Он сможет вместить сразу 220 малышей. Накануне Ненецкая нефтяная компания, которая спонсирует строительство социально значимого объекта, приняла в новострое журналистов. Представители нефтяного предприятия показали СМИ, на каком процессе сейчас находится стройка. Строительство нового второго дома для малышей началось в феврале 2013 года. По проекту детский сад Ясли рассчитан на 220 воспитанников. Предполагается, что здесь будет много малышей в возрасте до 4 лет. Именно для них построены веранды с утепленным полом и неглубокий бассейн. Когда я первый раз заехал в территорию, это было просто, можно сказать, мусорная свалка, что-то не было. Объём большой был, только по вывозу одного из этих материалов, которые подготовили площадку. Соответственно, сами говорите, ни одной коммуникации не было. Нам это всё приходилось просто и с нуля это всё делать. Так же самое, что система газификации, система водоснабжения, система, как мы сейчас понимаем, канализации. Строительство детского сада Ненецкой нефтяной компании обошлось более чем в 300 миллионов рублей. Сад имеет автономную трансформаторную подстанцию и собственную котельную. Если потребуется, её мощности хватит и на новостройки микрорайона. Для полной готовности к сдаче в помещении необходимо завершить отделку бассейна и собрать мебель. До 20 декабря Наринмаркстрой планирует закончить все работы, тем самым выполнив контракт с Ненецкой нефтяной компанией. У нас получается месяц, чуть больше месяца будет просрочено по строительству. Я считаю, что в данном случае просрочка незначительная, несущественная, потому что в зимний период всё равно детей ещё никто не переведёт. Поэтому у нас, я считаю, что есть немножко времени, потому что нужно сделать качественно, нежели сдать срок 20 декабря. Кроме того, нефтяники оформят архитектурную подсветку здания, и детский сад станет не только решением проблемы очередей, но и эффектным украшением города. Закир Ваффен, Леонид Шишелов, Игорь Ройчев, Телеканал Север.